Молодого художника в Бресте многие знают лично, но только не как символиста Мировлада Палачища, а как своего парня Владимира Ткаченко. Как любой другой творческий человек, Мировлад развивается, ищет себя и находит. Но далеко не все это понимают и пытаются надеть на художника ярлыки. Именно поэтому первая выставка уже Мировлада Палачища состоялась в Гродно, а не в родном Бресте. Там, где его никто не знает. Преодолев боязнь и получив новый опыт, художник решился заявить о себе в родном городе, предоставив на суд зрителя выставку «Золото на красном». Название выставки «Золото на красном» имеет символическое значение. Золото можно символически понимать как символ энергии, символ сияния, символ солнца, а красный цвет как символ жизни, символ любви. Так как это выставка весенняя, то интерпретировать можно как энергия жизни, то есть возрождение жизни. Выставка посвящена именно любви женщинам. Мировлад Палачич молод, интересен, полон сил и креативен. Это не могло не отразиться на его творчестве. Название экспозиции вполне оправдано. Жена красно-золотой колорит нитью проходит через все картины. Дарья Мурза хорошо знакома с творчеством художника и уверена, новое имя полностью изменило ход мыслей автора, а значит и тематику его произведения искусства. Я знаю его те ранние работы, когда он еще был Владимиром Ткаченко, и мне было интересно, как он изменился, как поменялось его творчество. На самом деле оно поменялось радикально, абсолютно по-другому стало видение. Если раньше он отказывался от рам, а здесь такие пышные, яркие рамы, столько много цвета, яркого золота. Для меня на самом деле было удивление, когда первый раз увидела такие работы его. Во время нашей встречи Мировлад Палачич сказал, как бы тяжело мне в жизни не было, единственный, кто меня никогда не бросал – это мольберт. У каждого в этой жизни свой мольберт, главное – вовремя его найти. Мировлад Палачич – яркий пример того, как надо искать. Тем не менее, предела нет совершенства. Кто знает, может быть, художник сменит еще не один псевдоним, прежде чем действительно найдет свой идеал. Продолжение следует...